Девочки, сегодня мы с вами будем вышивать такой вот цветочек. Это обычный тканевый цветок. Если его разобрать, он будет выглядеть из вот такой формы. Отдельно будем разбирать его, расшивать внешний лепесток и второй ярус, чтобы он смотрелся гораздо объемнее. Как запялить сеточку. Для сеточки нам понадобится сетка для вышивки, ту, которую мы используем для лепестка, небольшие пяльца, буквально 15 сантиметров в диаметре, только чтобы входил именно лепесток. Закручиваем. Когда немного закрутили, подтягиваем вот таким образом, именно вовнутрь. Затягиваем еще больше и еще подтягиваем так, чтобы у нас появился звук. Все лишнее обрезаем. Выставляем примерно один-полтора сантиметра с внешней стороны, чтобы нам не мешалось, не цеплялось. Ярус цветка мы помещаем по центру и закрепляем обычной булавкой, чтобы он какое-то время никуда не двигался. Все. Когда мы зафиксируем пару лепестков, иголку можно просто-напросто убирать. Для маленьких пялец нам понадобится всего лишь одни щапцы струбцина. Размещаем их достаточно удобно и начинаем работать. Вставляем обычные нитки в иголку, завязываем узелочек. Нитка у меня в одну идет, не в две. И переходим к самому краю лепестка. Я уже три лепесточка расшила, чтобы вам было видно, как получается, с чего начать. Я начну идти вокруг с пайеток, то есть пайетки. Дальше пайетку поставлю ребром с использованием бисера. Также буду вплетать более крупные фрагменты. Это кристаллы, бусинки больше 2 мм. Кристаллы 4-5 мм и 3 мм. И заканчивать буду бисером рубкой. То есть более такой дешевый вариант. Но так как он идет внизу, то есть бутона, то есть когда будет загибаться, скорее всего это дно видно не будет. Рубку будем ввести по 3-4 штучки нанизывать сразу, чтобы сэкономить соответственно время. Приступаем сразу от контура. Ниточку делаем в одну нитку. Делаем пару стежков, чтобы сделать некую закрепку. И от 2-3 мм от края введу по дуге. Беру пайетку 4 мм. И ниточку располагаю так, чтобы она была внизу. Чтобы вторым рядом мы ее уже, вот этот хвостик нитки закрывали. Пайетка должна стоять так, чтобы практически закрывать контур лепестка. Пайетки между собой ведем максимально близко, без расстояния. Возможно даже с наложением друг на друга. Процентов на 10-20 хотя бы. Плотно закладываем. Я все время держусь от контура в 3 мм. Не обязательно расшивать на готовых цветочках. Можно рисовать контур точно такой же цветка и вести без тканевой подложки. Иглу ставлю так, чтобы игла практически касалась первого ряда. То есть, возле нее прямо была. Это делается для того, чтобы закрыть все хвостики, которые идут в первом ряду. Хвостики и, в общем-то, отверстия самой пайетки. Так мы пройдем примерно 3 ряда. Когда мы прошли 3 ряда, теперь нам нужно ставить трубку уже ребром. чтобы она стояла, не лежала, а именно стоя стояла. Сначала берем любой бисер и потом ставим пайетку. То есть, бисер, пайетку и точно так же рядышком подставляем. Она может не сразу у вас встать, но когда они рядом с друг другом находятся, они уже автоматически все равно приподнимаются. Не обязательно, чтобы пайетка стояла под 90 градусов. То есть, может быть, под 45, под 90. И чем хаотичнее они будут располагаться, тем лучше. Дальше. Вокруг ходим, создаем хаотичный объем. Можно даже стараться приподнимать рядом. И пошли по дуге уже бисер, пайетка, бисер, пайетка. Дальше. Вокруг ходим. ЗВД Пайетку Point twoim. Бисер на минимализ much 22, Дальше переходим на кристаллы. Самые крупные фрагменты, которые здесь есть, это кристаллы 5 мм. Ставлю их симметрично, зеркально друг к другу, на одной половинке лепестка и на второй. Рядом с ними поставлю 3 маленьких кристалла и вокруг кристаллов уже обойдемся бусинками более меньшего размера, чем сами кристаллы. Самые большие фрагменты, самые объемные должны быть в середине. Чем дальше от крупного фрагмента, тем должны быть элементы меньше, меньше, меньше. Внутри у нас тоже идет пайетка с бисером-ребром. Внутри дорабатываем все объемной пайеткой. Возле острых углов у нас должны быть некие сглаживания, то есть круглых бусин. Еще раз повторюсь, чем мельче элементы мы используем, тем лучше будет смотреться вышивка. Вышивка только из крупных элементов не смотрится обычно. И выводим главное, чтобы ход был под наклонной. То есть не прямо, не вертикально, а всегда под наклонной 45 градусов. Три-четыре бусинки. Идем по контуру. Я каждую проверяю на то, что она проходит или нет, потому что бисер с маленькой середкой не каждая рубка проходит через иглу. То есть когда выбираете бисер, будьте понимательны. То есть попадается порой слишком мелкий, который не проходит. И застревает бусинки. Немножко похоже на складывание кирпичиков. Можно сначала вести в одну сторону, потом поперек ставить кирпичики. Главное направление выбирать именно рамбообразное. То есть сначала в одну сторону, потом можно резко в другую. То есть резко в другую, видите, под 45 градусов. Промежуток уже заполнять вот с этой точки. То есть параллельно вот этой линии. Такой небольшой тетрис получается. Когда закончили, ставим закрепку. То есть несколько раз проходим туда-обратно. Таким образом закрепляется. Просто обрезаем. Снимаем. Вырезаем то, что у нас есть. Главное аккуратно, чтобы не повредить нить. Вот. Примеряем к цветку. Видите, еще у второго ряда, то есть у следующего листка будем тоже наполнять хотя бы половину, чтобы у нас не только внешне обработана была часть ручной работы. Это можно сделать при помощи ткани. Того же самого шантильи. Дальше можно использовать, если у вас много цветков, а вы делаете всего лишь один, то внутренним слоем, то есть вот просто приклеиваем. Можно это приклеить на горячий клей, либо пришить. Пришиваем как? Внутренними, потайными стежками обмёточными. Главное не отходить дальше, чем на миллиметр от края, чтобы стежок был достаточно аккуратный. Либо используйте гель-клей момент, либо горячий клей из пистолета. То есть несколькими способами можно закрыть. Можно любой тканью, если вы делаете это не из цветка, а просто из сеточки, вышивку. То внутреннюю часть заклеить можно чем угодно, вплоть до того, что можно сделать из бархата. Небольшую капельку. Можно это делать в перчатках, чтобы не обжечься. Вот так. Как мы выполняем второй ярус цветка? Мы расшиваем с краешку пайетками в три ряда. Четвёртый ряд заводим замыкающий. Чтобы точек не было видно, используем, естественно, бисер. То есть идём, чтобы пайетка у нас стояла ребром или под наклоном. И таким образом у нас остаётся красивый край. Что же делать с обратной стороны? Давайте перевернём. Вот, допустим, я лепесток закончила. Переношу его на обратную сторону. То есть на изнанку. И вот таким образом закрываем. Да, это немножко сложнее. То есть выводим иглу. Теперь нам придётся работать только с верхним слоем. То есть не проходя насквозь, а подцепляем. Цепляем пайетку, проходя иголочкой только между слоями. И таким образом закрываем нашу изнанку. Проводим точно так же. Столько же рядов. Таким же образом закрываем. И у нас двухсторонний такой лепесточек получается. Помогаем пальцем, то есть с той стороны, чтобы подцепить сеточку. Если бы мы проходили насквозь, то ниточка бы с той стороны оставалась. И отслеживать, осталась она или спряталась, гораздо сложнее, чем сделать вот таким образом. Итак, второй ярус мы вырезали. Единственное, что здесь нужно добавить, что сеточку мы удаляем полностью. То есть оставляя её... То есть не оставляя от сеточки ничего. Чтобы ярус получился у нас двухсторонний. По желанию можно расшить ещё и другие лепестки. Но мы остановимся на этом. Одеваем. Закрепляем. И накладываем завершающий ярус. Таким образом, чтобы лепестки были... То есть между двумя был другой, внутренний который. И чтобы не разваливался наш цветок, нам придётся его подклеить. Я нагреваю уже свой пистолет. Клей буду наносить не на всю поверхность, а только до каркаса, чтобы совсем уж сильно не приклеить. Чтобы закрыть вот это вот место, мы после того, как приклеим, можем хвостик срезать. И добавить, либо вышить листики другого оттенка, либо добавить какие-то пёрышки. Чтобы некая композиция осталась законченной. То есть только нижнюю часть фиксируем. Хорошо прижимаем. Потому что пока не застыл клей. Нужно его очень крепко прижать. Чтобы было видно достаточно хорошо, вот эта вот часть бутона, он должен располагаться примерно либо на плече, такая композиция, либо на шее, чтобы все кончики были видны. Потому что если разместить на талии, всей красоты можно и не заметить. Поэтому рекомендуем помещать такие шедевры куда-то на уровне глаз. И подклею немножко перьев. И вот, и уйдет. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.